В эфире телеканал АПС информационная программа Панорама Севера в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! В начале выпуска о чрезвычайном происшествии днём в центре Архангельска произошёл пожар. Горели помещения Свято-Никольского храма в Театральном переулке 3. На место происшествия выехала наша съёмочная группа. На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 15 часов 22 минуты. Через 5 минут пожарные были на месте происшествия. На месте ЧП работали 10 автоцистерн и одна автолестница. Дежурила машина скорой помощи. Данных пострадавших нет. Вызов пришёл на скорую, яхтенный вызов, и мы поехали. И мы приехали быстро. В 16.53 пожар был локализован. Причины возгорания будут выясняться. Екатерина Грицыенко, Дмитрий Люканов, Панорама Севера. В этом году в Архангельске откроется 8 дополнительных групп в детских садах. В ходе рабочей поездки в Соломбальске и Северные округа мэр города Виктор Павленко посетил образовательные и социальные учреждения, в которых ведётся подготовка к новому учебному году. Справляться со своей главной задачей, борьбой с наркозависимостью среди подростков, городской центр «Душа» теперь будет в новых условиях. По распоряжению мэра Виктора Павленко на муниципальные деньги здесь идёт ремонт. У нас начались ремонты, это все санузлы, это четыре, как говорится, больших таких помещения, где будет полностью заменена плитка, сантехника, поставлены современные душевые кабины. И затем это замена окон первого этажа. Мы планируем тоже, потому что, сами видите, здание деревянное и, конечно, нуждается в дополнительном утеплении. Ежегодно центр проводит профилактические мероприятия для 15 тысяч человек. Сюда обращаются семьи группы Риска не только из Северного и Маймаксанского округов, но и из районов области. 70% детей, которые прошли своего рода курс реабилитации здесь, не возвращаются обратно к этим своим пагубным привычкам. Это радует. Потому что ведь работают не только с ребёнком, но и с его окружением. С семьёй, школа, ну и родственники. Ясно. Значит, надо приводить в порядок, чтобы дети находились в хорошем условии. На пороге большого открытия детсад школы номер 68 в посёлке 14-го лесозавода. Там скоро появятся сразу три новых группы. На это из городского бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. Как идёт работа? Какие трудности? График, финансирование? Трудностей нет. Работа ещё началась. Демонтаж производил. Заказываем материалы. Всё нормально. Проблем нет. Всё идёт по графику. Заказчику там проблем к Марине. Ну, хорошо. Срок у нас? Сдача 15 августа. 15 августа. Уверенность есть, что? Да, да. Ну, отлично. Также за счёт городского бюджета в здании садика ведутся работы по ремонту пищеблока. Завершить их планируется к концу июля. У нас планируется три группы. Это две раннего возраста, дети с полутора до трёх. И одна группа у нас с трёх лет. Общей численностью 60 человек. Всего на данный момент 130 воспитанников. Ну, соответственно, уже с учётом сентябрьских планируем 170. Кстати, посещать детский сад будут не только юные жители посёлка 14-го лесозавода, но и всего Соломбальского округа. Мы работаем уже несколько лет целенаправленно по так называемой теперь дорожной карте. И, значит, при возможности расширяем в существующих детских садах, открываем новые группы. И за это время там порядка трёх тысяч уже открыли. Восстанавливаем и строим новые детские сады. И в этом году мы к сентябрю вместе должны сдать детский сад к Наполину Осипенко. Это 220 ребятишек. И в других детских садах, вот в этом 60, в общей сложности порядка 180-200 мест мы ещё откроем в существующих детских садах. Это, по сути, за небольшие деньги мы фактически построили детский сад. И по программе правительства области на розочке ремонтируется детский сад и тоже будет введён в строй. Это ещё 200 ребятишек. Предстоит открыть ещё 10 дошкольных учреждений на 200-250 мест каждое. Именно столько необходимо Архангельску, чтобы полностью решить проблему устройства малышей от полутора лет в детсады. Конечно, эта работа колоссальная, но мы её будем ввести. Задачу по указу президента Российской Федерации мы, можно сказать, выполнили уже два года назад. То есть с трёхлетнего возраста ребятишек мы обеспечим полностью. Теперь задача наша – снижать возраст и с полутора, с двух особенно лет принимать ребятишек, открывать именно эти группы. Вот здесь, в этом детском саде, мы такую задачу решаем. «Городу нужно немало средств для решения проблемы детсадов, но благодаря концентрации всех бюджетных средств в единой казне, мэрии удаётся ежегодно сдавать по одному детсаду и открывать дополнительные группы». Артемий Заварзин, Алексей Шершов, Олег Ширяев, «Панорама Севера». В Архангельске продолжается подготовка жилищного фонда к зиме. 15% домов уже готовы встретить новый отопительный сезон, в остальных плановые работы продолжаются. Об этом шла речь на совещании в мэрии города. На этой неделе в 122 домах в центре города появилась горячая вода. Энергетики ТГК-2 завершили ремонты на сетях. Впереди работы в округе Варавина-фактория. «И остаётся отключёнными потребители Ломоносовская и Майская горка. Срока проведения работ нет». На особом контроле городской власти работа локальных котельных, где сегодня также проводятся плановые ремонты. «Я прошу обратить внимание на те замечания, которые в прошлом году выдавал Ростехнадзор. Это и по аварийным тренировкам, и создание материально-технических запасов. Топливо, ремонтные работы, понятно. Но есть ещё ряд документов, которые должны быть оформлены. Ну и особое внимание на подготовку многоквартирных домов». В центре внимания участников совещания были и вопросы благоустройства города. Особенно актуален в летнее время покос травы. Вторая его волна началась в Соломбальском и Октябрьском округах, а также в Майской горке. 1 августа эстафету благоустройства примет Маймаксанский округ. Екатерина Грициенко, Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Олег Ширяев, Панорама Севера. В ноябре прошлого года мэрия Архангельска завершила значимый для горожан проект по обустройству улицы Ваучейского. Этим летом асфальтоукладочные работы проведены и на втором участке улицы, от проспекта Ломоносова до площади профсоюзов. Однако все же находятся те, кто в бочку меда подливает ложку дегтя. По сведениям одного из печатных изданий, при строительстве улицы Ваучейского были допущены нарушения. Якобы завышена стоимость материалов, а песок вообще применен не тот, что в проекте. Специалисты компании «Севзабдорстрой», которые и занимались дорогой, разъяснили нам, что использовали тот песок, который только и добывается в карьерах нашего региона. «Нами был применен песок очень мелкий, в соответствии с нормами строительными, и его качество не ухудшает итоговое качество дороги. По асфальтобетону, асфальтобетону произошла техническая ошибка за сумму, которая, так сказать, мы ее сняли, эту сумму, и в счет этой суммы выполнили работу по геотекстилю. Это прослойка, которая улучшает свойства земляного полотна». Претензию по качеству дорожной разметки, которая к лету подстерлась, «Севзабдорстрой» тоже не принимает. Работы Новоучейского завершались поздней осенью, поэтому было принято решение нанести временную разметку краской. А износостойкий термопластик положили этим летом, в благоприятных погодных условиях. «С нашей стороны было все сделано абсолютно согласно проекту. Все замечания, которые были еще на стадии производства, все были устранены. Была принята дорога госстроенадзором обязательно. Мы несем гарантию, гарантийные обязательства в течение пяти лет по этой дороге». Специалисты недоумевают, как мог возникнуть вопрос о возвращении в областной бюджет 12 миллионов рублей по нарушениям, которые якобы были выявлены в ходе проверки, если улицу Выучейского строили и вводили в эксплуатацию под контролем и после положительного заключения инспекции госстроенадзора Архангельской области. И ведь при этом Севзабдорстрой и мэрия Архангельска во время работ сэкономили для региональной казны куда большую сумму. В результате выполнения работ возникла экономия порядка 39-40 миллионов. Муниципалитетам данные средства, предусмотренные областью на этот объект, были не востребованы с правительства Архангельской области и остались в областном бюджете. Дорожники по закону имели полное право взять себе эти 40 миллионов, но поступили порядочно. Да, видна честность в наши дни, не дороже интриг, увлеченных политиканством областных начальников. Алексей Карельский, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Лето в Архангельске, пора свадеб. И минувшие выходные не стали исключением. В Центральном городском ЗАГСе регистрация пар проходит с интервалом в 20 минут. О других рекордных цифрах в материале Екатерины Грициенко. У каждой счастливой пары своя история любви. Познакомились мы на работе, на старой моей. Он пришел, ну, как сказал, что сразу влюбился. Познакомились через знакомых, потом в интернете общались, потом встретились в кино. Первый взгляд, просто вот улыбка. Просто с первого взгляда увидел, потому что мое, сердце ехнуло. Белое платье, цветы, улыбки гостей и обручальные кольца. Все это символы не только взаимной любви, но и будущего нашего города. Для меня любые пары, которые рождаются в городе, это счастье, как для мэра города. И когда их становится больше, это, конечно, замечательно для нашего города. Это говорит о том, что наш город, у нашего города большое будущее. Когда создаются пары, когда с каждым годом их становится все больше, когда рождается детишек больше, значит, будущее у нашего города есть. Екатерину Александра Дю познакомил брат невесты, когда те были студентами. Оглядываясь в прошлое, молодожены говорят, это была любовь с первого взгляда, но осознать ее они смогли только спустя время. Что-то произошла, какая-то искра, но мы ее не осознали. Потом, вспоминая те моменты, когда мы первый раз друга увидели, мы понимаем, что да, ну просто судьба нас вела и вела друг друга. Что будет сделать, чтобы семья была крепкой, чтобы идти вкладывать в ваш союз? Понимание. Вот почему-то это слово тоже не делается. Понимание. Нужно понимать друг друга. Этот день будут хранить в своем сердце не только жених и невеста. Прекрасный праздник, окутанный очарованием и нежностью, навсегда запомнят все гости свадьбы. Я знаю Катю намного дольше, чем Сашу. Она очень естественная. Какая она в жизни есть, веселая, жизнерадостная. Вот она с Сашей совершенно такая же. На самом деле они молодцы, что это сделали, потому что это идеальная пара. День свадьбы Екатерина Александр решили провести в Малых Карелах. Так старина и великое наследие сочетаются с современными традициями. Этот красивый солнечный праздник – только начало большого пути. И пусть он не будет тернистым. По словам сотрудников ЗАГСа, в Архангельске количество браков ежегодно возрастает. И, конечно, пик летнего сезона – самая популярная пара для свадеб. Ну, июль самый популярный. Вот сейчас регистрировала я брак за номером 1139 с начала года. В июне зарегистрировано 210 браков. В июле пока 198. Но еще середина месяца, я думаю, что рекорд побьет. Пожалуй, такие рекорды фиксировать приятнее всего. Однако в их достижении удастся поучаствовать далеко не всем желающим. Летнее время для регистрации браков в Архангельских ЗАГСах уже занято. Всех влюбленных сотрудники ЗАГСа приглашают подать заявление на осенние месяцы. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. По данным миграционной службы в Новодвинске на сегодняшний день зарегистрировано 14 беженцев, приехавших из Донецка и Луганской областей. В городе открыт пункт сбора гуманитарной помощи для переселенцев. Подробности в сюжете наших новодвинских коллег. На прошлой неделе в комплексном центре социального обслуживания, расположенного по адресу улицы Ворошилова, дом 19, был открыт пункт гуманитарной помощи вынужденным переселенцам. В прошлой неделе мы начали собирать вещи, когда стояла палатка Народного освободительного движения на Комсомольской площади у нас в городе. Совместно с ними мы проводим эту акцию. По сбору вещей, продуктов длительного хранения для беженцев из Украины. Тех, которые у нас здесь проживают в городе Новодвинске. И часть вещей будет направлена беженцам, в лагеря беженцев в Ростовской области. В пункте принимают крупу, макароны, тушенку, сгущенку и прочие продукты питания длительного хранения. Из предметов первой необходимости мыло, туалетную бумагу, салфетки, зубную пасту, щетки. Одежду желательно новую и с бирками. В Архангельске ушел из жизни полковник полиции Владимир Мухоморов. Прощание с ним прошло сегодня на Вологодском кладбище. В 90-е годы Владимир Мухоморов был сержантом во вневедомственной охране. Прошел службу в войсках специального назначения, а затем в управлении по борьбе с организованной преступностью. Благодаря Владимиру Мухоморову была уничтожена одна из известнейших криминальных группировок в Санкт-Петербурге. За это он получил орден мужества. Затем на протяжении 10 лет Мухоморов воевал в Чечне. В Архангельске, выйдя в отставку в должности полковника полиции, Владимир Владимирович вел активную работу с ветеранами чеченской и афганской войн. Владимир Мухоморов ушел на 44-м году жизни. 18 июля у него остановилось сердце. Проститься с легендарной личностью в истории российского МВД пришли близкие, друзья, сослуживцы и его боевые товарищи. «Хочется сказать, что это был беззаветно преданный своему делу и, самое главное, своим товарищам, своей семье. То есть, это человек с огромной-огромной душой. Все, кто его знает, они меня поймут. Он мог лишить себя чего-то, он мог для себя что-то не сделать, но он бы лепешку разбился и сделал бы все для своих друзей, для своих родных, для своих близких. Такой же он был и в работе». «Это в настоящем смысле и в полном смысле этого слова – герой. Очень мужественный человек. И что касается вопроса, нужно ли брать с него пример, подрастающему поколению, разумеется». Похоронили Владимира Мухоморова на Вологодском кладбище, на мемориале памяти. Как и подобает герою. В Архангельске накануне с однодневным визитом побывал третий в этом сезоне круизный лайнер. На борту английского корабля «Исландскай» было более ста туристов. Во время круизного маршрута «Тайны далекого севера» его пассажиры уже побывали на Соловках и в северных деревнях. Какие интересные места в нашем городе можно показать иностранным туристам, мы узнали у Архангела Городцев. «Ну, понятное дело, Малые Карелы, мне кажется, все отвечают это. Потому что я даже не знаю, где еще в России есть такое вот зодчество деревянное». «Площадь Ленина, набережные разные, Чумбаровка». «Для иностранцев я хотела бы, чтобы они побывали на Соловках, Малых Карелах и Чумбаровке на нашей улице прекрасно». «Я думаю, можно гостинным дворам на Белое море и, пожалуй, на улицу Чумбарова-Лучинского». «Иностранным гостям в нашем городе можно показать следующие достопримечательности. Можно показать Чумбаровку. Красивая улочка, интересная, со стариной. Естественно, за городом это Малые Карелы, это наш бренд. Ну и, естественно, на площади Ленина музеи, набережная красивая». «Мы возили на Белое море, мы возили Малые Карелы. Малые Карелы вообще, просто это, особенно зимой». «Далее в нашем выпуске новостной дайджест, коротко о главном». «В этом году в Архангельской области запланирован ремонт 65 километров региональных автомобильных дорог и 19 мостов. На эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Из них 53 миллиона в небюджетные средства». Об этом рассказал директор «Архангельска-автодора» Михаил Яковлев. По его словам, для содержания дорог в нормальном состоянии требуется ежегодно около 15 миллиардов рублей. При этом в 2014 году объем дорожного фонда составил почти 4 миллиарда. В рамках подготовки к новому учебному году в школу Архангельска поступают учебники и учебные пособия, приобретенные образовательными учреждениями. В этом году школы города работают с 16 российскими издательствами. Все учебники соответствуют принятым ГОСТам и имеют сертификаты соответствия. Учебная литература всех издательств в количестве более 70 тысяч книг поступит в образовательные учреждения Архангельска до 20 августа. 27 июля в день празднования военно-морского флота России на заводе «Севмаш» в Северодвинске состоится официальная церемония закладки сразу двух атомных подводных ракетоносцев 5-го Борея «Князь Олег» и 4-го Ясеня «Красноярск». Сейчас ВМФ России располагает с 60 подлодками. Напомню, недавно в боевой состав флота были приняты первые две субмарины Юрий Долгорукий и Александр Невский. До конца года в состав ВМФ должны войти третья подлодка «Владимир Мономах». Четвертый корабль «Князь Владимир» пока строится. В библиотеке имени Добролюбова открылась новая фотовыставка. В экспозиции в основном портреты, около 60 маленьких историй. Мгновение жизни глазами трех фотографов. На открытие выставки побывала Инга Швецова. Все работы на выставке объединены в тематические блоки по четыре снимка. Черно-белые, цветные, репортажные, портретные. Они напоминают раскрытую книгу, которую необходимо прочесть до конца. Отсюда, кстати, и название экспозиции «Маленькие истории». Каждая фотография, она в отдельности несет какую-то историю. Не столько люди, сколько действия людей, их деятельность какая-то. То есть таких чистых натюрмортов их нет. Они все с подтекстом именно, что это рукотворная деятельность. Фотограф Анастасия Анучина считает, что с фотокамерой она была с рождения. В своих работах фотограф большое значение уделяет деталям и внутренним переживаниям своих героев. Не случайно к заглавию одной из ее работ «Волосы пахли ветром». Кто-то поэтично приписал, а руки пахли весной. Вдохновляют меня люди и море, потому что люди – это главный источник вдохновения. Это случайные знакомства, которые фото-встречи перерастают, и потом рождаются такие прекрасные истории. И мы продолжаем дружить, творить. Я не диктую, как что. Надо встать, посмотреть. Это все. Я даю волю модели, и она как хочет себя и чувствует. Главное – рассказать о человеке. А вот как – каждый из мастеров решает сам. У Екатерины Соблевой влечение фотографии началось не так уж и давно – с третьего курса учебы в университете. Сначала были пейзажные снимки на мобильный телефон, а постепенно хобби переросло в серьезное занятие фотографией. Излюбленный жанр Екатерины – портрет. Фотография – это для меня жизнь, это моя душа. Я очень себя раскрываю фотографией, я отдыхаю. И я нашла себя в ней, и я могу считать, что это мое. Даже хобби, я не могу сказать, что я профессиональный фотограф, никогда такого не. Я любитель, я любитель красивых фотографий. Я думаю, что так же, как борщ, его можно сварить в любой кастрюле, так же можно снять фотографию красивую на обычную мыльницу. Главное – душу вложить. Увидеть и прочитать маленькие истории можно будет в галерее библиотеки имени Добролюбова до конца августа. В акватории Северной Двины прошло первенство Архангельска по гребле на байдарках и каное. Соревнования стали своеобразным марафоном, который объединил и юных грибцов, и ветеранов этого вида спорта. Завершающим аккордом стартов как раз и стали заплывы тех, кто не один десяток лет посвятил покорению водной стихии. Первенство Архангельска венчало гонка ветеранов. В ней приняли участие гребцы в возрасте 30 лет и старше. Спортсмены демонстрировали свое мастерство в акватории Северной Двины. Просто приходят ветераны по возможности, кто сейчас в данный момент находится в Архангельске, у кого есть такая возможность, прийти, так скажем, стихнуть стороной, погоняться, пообщаться. Как поется в известной песне, спорт гребной – это сила и воля. Спорт гребной – взлет и слава волнам. Так и здесь. Для каждого участника гребля – это не просто хобби, это состояние души. В свои 60 лет Николай Серебренников в отличной физической форме. Как он сам отмечает, здоровье сохранил благодаря увлечению греблей. В этот вид спорта попал случайно в далеком 67-м году. Выбрал вид спорта, потому что он был близко к моему дому. Жил рядом, вижу, ребята тренируются, и нам захотелось. С раннего детства греблей занимается давний и главный соперник Николая Владимир Соколов. У многократного призера городских и всероссийских соревнований есть свои секреты успеха. В этом виде спорта очень много техника, тактика, силовая выносилась. Зимой готовится физически, а летом практически на байдарке занимается. И показывает свой результат, то, что готовился. По итогам ветеранской гонки самые быстрые весла оказались у Марии Подольской, Игоря Гладких, Андрея Щеголихина и Владимира Соколова. Инга Швецова, Владимир Орлов, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 23 июля доллар США 35 рублей 4 копейки, евро 47 рублей 38 копеек. Сразу после нашего выпуска смотрите интерактивную программу в Центре внимания. На прямой разговор в студию придет врач-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Кузнецов. Тема для обсуждения – язык, мимики и жестов. Задавать интересующие вас вопросы можно по телефону прямого эфира 639-717. И на сегодня это вся информация. Вы смотрели программу Панорама Севера. В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 23 июля будет облачно с прояснениями плюс 21-24. В Котласе переменная облачность 19-23 градуса тепла. В Мирном среду облачно с прояснениями плюс 19-22. В Новодвинске малооблачно плюс 17-20 градусов. В Архангельске 23 июля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11, днем до 20 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин